Всем здравствуйте, кто смотрит это видео. Сегодня мы разберем пилораму Triumph 900 на предмет сборки и установки для дальнейшего пиления работы на этой пилораме. Мы поставили уже пилораму на рельсы. Предварительно сняли уже защитную смазку со скалки, скользящей поверхности, чтобы на нее не налипала опилка. Далее мы распаковываем упаковочную ленту, салофан. Приводительно убираем с подвижного ролика защитную пропитанную маслом бумагу. Устанавливаем пилу, домкрат. И затем подключаем и проверяем фазировку нашей пилорамы. Все потихонечку будем показывать. Дополнительно еще забыл про установку из транспортного положения линейки. Выставляем и крепление для канистры, для капельного охлаждения, полива пилы. Ну и так приступаем к работе. Продолжение следует... Вlaşелье лучше, чтобы валты надо вставлять. Продолжение следует... Серёж, да-да-да, быстренько, раз-раз-раз. Серёж, да-да, быстренько, раз-раз. Серёж, да-да, быстренько, раз-раз. Серёгу, да-да, быстренько. С этой стороны, чтобы болт крутится. Опускается и отрогает. Серёга, да-да, быстренько, раз-раз. Серёга, да-да, быстренько. Серёга, да-да, быстренько, вот здесь. Хороший. Сейчас подожду, что уровень есть. Сейчас пузырь снимет уровень. Готово. Готово. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь у нас находится в транспортном положении так называемая антенна, то есть поддержка кабеля. Мы ее откручиваем... Продолжение следует... Продолжение следует... Электрический кабель. И у нас получается потом пойдет через струну по натяжке кольцами, будет ходить с пилорамой вдоль рельс. В комплекте с пилорама поставляется канистра, емкость для жидкости. Смотря в какое время будет пилить в зимнее, либо в летнее, будет в зависимости от этого находиться либо мыльный раствор воды, либо дизельное топливо для зимы. Здесь идет два шланга, один короткий, который соединяется с краном подачи ограничения и для регулировки жидкости. И второй по длине, который уже непосредственно переходит для смазки на пилу. Там у нас крепится трубочка, к которой он подсоединяется. Сейчас мы произведем его монтаж. Для этого нам нужно соединить со штуцером короткий шланг, который у нас идет вверх. А к нижней части мы подсоединяем длинный шланг. Он у нас пойдет на трубочку для уже непосредственного попадания на пилу. Кран устанавливается на специальную приваренную пластинку с кольцом для этого крана. Все это протягивается потом ключом. И вот, пожалуйста, регулировка. Здесь можно дозировать самим краном подачу охлаждающей жидкости. Далее ставим канистру. У канистры крышка откручивается, чтобы заполнять емкость тем или иным раствором. Одевается шланг на штуцер. Шланг одевается плотно. Здесь хомутики не нужны. Все, вот таким образом все это собирается. Здесь разворачиваем в эту сторону. И шланг с жидкостью, самотеком получается уходит у нас. Здесь мы пропускаем сюда. Здесь у нас хомутик металлический. То есть одеваем, зажимаем на трубочку. Это поджимается. А здесь для фиксации пластиковый хомутик мы фиксируем в каретке. То есть у нас положение вправо-влево подвижного ролика достаточно. Здесь фиксируем хомутиком. Все. Охлаждающая система готова. Так, мы подключили напряжение 380 к пилораме. Теперь попробуем проверить фазировку. Включаем автомат. Должна загореться сигнальная лампа. Сигнальная лампа у нас не горит в сети. У нас стоит защитный механизм. Получается концевик на открытии нашей крышки пильного узла. Здесь скорее всего, да, вот не до конца закручены барашки. Мы их сейчас закручиваем. У нас получается защита полностью закрыта, прижата. Все. Смотрим на нашу лампочку. Все, лампочка сеть горит. То есть пилорама готова к работе. Но нам надо проверить фазировку перед первым включением. Для этого мы сначала делаем пробный пуск вверх-вниз. То есть мы нажимаем кропку вверх, она у нас идет, значит у нас фазировка неправильная. Для этого нам нужно просто поменять фазу в щитке на распределение электричества. До этого мы сейчас поменяем фазу и вернемся, продолжим. Фазировку мы поменяли. Теперь снова проверяем, нажимая кнопки. То есть нажимаем снова вверх. И пилорама у нас, каретка пильная, поднимается вверх. То есть получается фазировка сейчас правильная. Затем запускаем на всякий случай проверку двигателя. Двигатель у нас должен вращаться. Как вот мы к нему стоим, смотрим по часовой стрелке. Так у нас это и происходит. То есть все у нас хорошо. С электричеством разобрались. Далее мы приступаем к установке непосредственно узла натяжения. Гидравлический домкрат. Гидравлический домкрат у нас давно, уже в районе 5 лет устанавливается нового образца. Раньше домкрат переделывался. То есть сверлился отверстия, нарезал от манометра, непосредственно стоял в самом домкрате. Сейчас домкрат стоит на гидравлической площадке. То есть сам домкрат просто прижимается двумя пластиночками. Больше он не переделся. То есть как купили в магазине, так его и установили. Здесь у нас стоит манометр. Люди, многие не читают инструкцию, что там написано максимальное давление в новой конструкции домкрата. 10 мегапаскалей. Поэтому мы стали наклеивать специальную красную наклейку, которая показывает ограничение стрелки давления. После этого, я надеюсь, перестанут ломаться и манометры, домкраты, выгибание рессор. Не будет больше происходить. Так как за счет того, что люди пытались натянуть больше, чем положено, ломалась конструкция станка. Либо одна что-то выходила из строя, либо другое. Сейчас, скорее всего, этого не будет происходить. Потому что мы стали дублировать еще табличкой, дополнительной табличкой, рабочее давление на манометре. Специально для людей, которые не читают инструкцию. То есть, установка здесь очень простая. Вытаскиваем шплинт, достаем ось. Устанавливаем домкрат на штатное его рабочее место. Предварительно винтик мы выкручиваем, чтобы он у нас зашел в посадочное место для упора, где находится рессора. Вставляем ось домкрата и вставляем шплинт. Шплинт при этом усики разгибаем, чтобы зафиксировать. От выпадения шплинта. Чтобы у нас ось всегда оставалась на месте. Здесь, в дальнейшем, после установки пилы, нужно будет отрегулировать выходом винта на свободной позиции. Для того, чтобы он всегда находился в посадочном стакане. Теперь мы переходим к установке непосредственно пилы и настройке роликов. Для этого мы поднимаем чуть повыше, чтобы удобнее было работать. И обесточиваем, выключая автомат в щитке привык станка. Далее открываем крышку. Устанавливаем пилу. Предварительно проверим, что пила у нас вывернута. То есть находится в нижней зоне пиления в сторону пиления, как положено. Если она развернута в обратно, то нужно просто вывернуть наизнанку пилу. Устанавливаем пилу таким образом, чтобы зуб у нас находился вне поверхности колеса. То есть выступал наружу. После этого затягиваем винт сброса давления на домкрате. И накачиваем рабочее давление. Как мы знаем, рабочее давление у нас стоит от 7 до 9 мегапаскалей. Ставим в районе 8. Так как нам еще нужно будет выставить ролики, поэтому оставим небольшой запас. При выставлении роликов пила еще немножко натянется и давление увеличится. После этого вручную проворачиваем, чтобы посмотреть, как у нас сидит пила. То есть пила никуда у нас не выходит. Зазоры в пределах допустимых выступания зуба. Все. После этого приступаем к установке роликов. Ролики у нас устанавливаются зажимы. Они похожи у нас на прищепки. То есть вставляется ролик. Если ролик заходит туговато, то скорее всего он немножко зажат. Его просто нужно с помощью отвертки в этот паз расширить, дать больше пространства. И после этого ролик войдет легко. Сейчас мы ролики ставим в верхнее положение. Максимально эксцентрик поворачиваем. И смотрим на зазор, который у нас должен быть от задней поверхности пилы до ребра заднего упорного ребра ролика. Это специальное ребро, которое работает только в тот момент, когда встречается либо сучок, там какое-то препятствие. И пила немножко сдвигается назад. Чтобы она не слетела, вот этот буртик не дает ей... Он предохраняет от слетания пилы. Все. Он не должен касаться. То есть между задней поверхностью пилы и этим буртиком должно быть расстояние в районе трех миллиметров. Можно ориентироваться по пазу, который здесь есть возле буртика на одном и втором ролике. Он выполнен обычно два с половиной, два миллиметра. То есть примерно по краю получается где-то в районе трех миллиметров. Без замеров специальных. Линейкой там, штангой, циркулем. Как выставили зазор, немножко винтом подтягиваем, чтобы он не обращался самостоятельно. И выставляем второй. Для удобства можно ролик. Это у нас подвижный. Его сдвинуть маленько в крайнюю точку. Опустить фиксатор. И здесь есть ручка. Подвинуть ролик на себя. И снова зафиксировать. Все регулировки производить нужно обязательно, чтобы ролик был прижат, зафиксирован. Иначе будет разница в показаниях при настройке. Чтобы выставить ролики, нам нужно для начала эксцентрик. Берем ключ на 13, сзади есть проточка под 13 ключ. И опускаем ролик эксцентрик примерно в районе 3 миллиметров вниз, чтобы именно ролик оттягивал пилу немножко от уровня колеса вниз. Этого будет достаточно. И этот ролик мы фиксируем. Фиксируем. Больше мы его поворачивать не будем. Далее мы берем уровень. Ставим на пилу. Продольно. И с помощью второго эксцентрика поворачивания мы выставляем уровень, который у нас именно находится на рельсах. Если уровень маленько неправильно выставлен на рельсах поперек, то он должен отобразиться в таком же формате и на пиле. Если тут уровень идеальный, значит и здесь мы выставляем на пиле точно такой же уровень. За счет поворота эксцентрика мы смотрим за шариком и ловим уровень. Все. Уровень выставили. После этого фиксируем наш ролик, чтобы он, эксцентрик, больше не поворачивался. Все. В поперечном положении у нас выставлено. Осталось нам по ходу движения выставить. По ходу движения мы вставляем на прямой зуб возле ролика. Ставим уровень и смотрим положение ролика. Для того, чтобы его отрегулировать, ослабляем верхний болт на 13, с головкой на 13. И средний. Далее берем ключ на 22. И прямо за прищепку нашу мы просто его доворачиваем в нужную сторону. Выставляем уровень и протягиваем один и второй болты. Все. Уровень выставлен. То же самое мы проделываем на втором. Идентичную операцию. Все. Проверяем еще раз этот уровень. Чтобы у нас не ушел. Если он у нас маленько сдвинулся так, как мы ролики двигали, то его нужно отрегулировать. Регулировать будем этим. Теперь у нас все хорошо. После выставления мы проверяем давление. И так, как мы вначале помним, давление было у нас 7,5 где-то. Сейчас чуть-чуть увеличилось, так как ролики у нас регулировки подлежали. Они дали дополнительную натяжку. Для того, чтобы у нас линейка соответствовала нашим рельсам, нам нужно от пилы, от зуба, разведенного вниз, замерить расстояние от швеллера, от опоры бревна. На данный момент это у нас 28 сантиметров. И нашу стрелку выставить на 28, не меняя положение в данном случае. Мы ее просто подгибаем. Все, теперь у нас положение 28. И мы можем спокойно знать, что у нас на этом моменте до опоры бревна нулевая точка. И от нулевой точки до нынешнего положения пилы 28 сантиметров, 280 миллиметров. То есть мы можем отсюда уже вести расчеты по распиловке нашего пиломатериала. На арках нам нужно выставить флажки для угла 90 градусов, чтобы при пилении лафета у нас была правильная геометрия. Для этого мы берем угольник, ставим прикладом. Здесь у нас болт, эксцентрик. Ослабляем. И доворачиваем до прямого угла. После этого, придерживая эксцентрик, чтобы не провернулся, затягиваем гайку. 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 Гайка. Гайку. Продолжение следует...